Приветствую вас. Я думаю, что поддержу мнение своих коллег, по крайней мере частично, если скажу, что ваши интересы с женой, они, судя вот по тому, что вы описываете, ваши интересы с женой, они расходятся достаточно сильно. То есть у вашей жены явно есть какие-то свои сейчас интересы, у вашей жены есть явно какие-то свои сейчас ориентиры, да, то есть она не чувствует, что вы чувствуете ее. Опять же, вы не описываете момент, с которого это все началось, вот, то есть, ну, серьезно, вот, в буквальном смысле слова, да, с чего это все началось, вы не описываете этот момент никак, потому что... Вот, непонятно, вы говорите, что это было хорошо, вы жили хорошо, а потом недавно пошли какие-то проблемы. Но они же ведь не на ровном месте пошли, если они пошли, значит, наверное, что-то произошло. Вот, между вами. Я имею в виду. И, соответственно, нужно смотреть, что именно произошло, нужно смотреть, с какого момента начались ссоры, скандалы. Совершенно очевидно, что вы мирились, совершенно очевидно, что вы, ну, вот, скандалы ставили, да, про мирились, мирились. Это, с одной стороны, хорошо, что вы мирились, это здорово, но, с другой стороны, очень важно понимать, как именно происходило примирение ваше, то есть, что конкретно вы делали для, ну, для того, чтобы примириться. Конечно, ну, принимали ли вы какие-то решения, например, допустим, ну, если принимали, то хорошо, если не принимали, то, ну, нужно выяснить, почему эти решения не были приняты вам, вами. Вот. Понимаете? Такая штука. И все эти вещи, они очень, на самом деле, важны для понимания картиз-картиз в целом. Вот. Мне кажется, такая вот история, такой момент. Ну, в принципе, у вашей жены нет мотивации, мотивации, что-то для вас делать. Если вот, по факту, да, у вашей жены пропала мотивация, что-то для вас делать. То есть, в какой-то момент она поняла, видимо, что отдаёт больше, чем получает. Либо ситуация стала такой, что ее интересы изменились, к примеру, к примеру, ее интересы изменились. А ваши интересы остались теми же самыми. И... Она выросла. Раслали куда-то. Что-то мне изменилось. Ладно, нет. То есть, ситуация складывается вот таким образом. Это нехорошо, если это так. И это могло стать одной из причин, почему... Она сейчас так себя ведет. Вот. Соответственно... Для вас не столь важна причина, по которой она так поступает, а сколько важнее для вас, на мой взгляд, важнее для вас, понять, что вы хотите, ну, что вы будете делать дальше. Если вы свою жену, к примеру, любите, что... Наверное, вы... проанализируете свои отношения. Вот. Вместе с психологом, если она тоже считает это проблемой или самостоятельно, обратитесь... Обратившись к специалисту, разберетесь, что происходит. Вот. Корректируйте свое поведение. И... Соответственно, тогда уже что-то изменится. То есть, вам необходимо изменить свое поведение, для того, чтобы изменилось поведение ее. Вот так. Такой момент. Хотите вы этого? Или нет? Это... так говоря. Не хотелось бы быть банальным, по поводу того, что... Она хочет за вас замуж, да? Не хотелось бы быть банальным, честно. Ну, потому что, если она хочет за вас замуж, и из-за этого она так себя ведет, то это, конечно, на самом деле, довольно проблематичная ситуация. Вот. Мне кажется, большая проблема в том, что она не реализуется никак, не чувствует себя ценно, не чувствует себя важней. Вот. То есть, на мой взгляд, вам бы здесь устроить, ну, как минимум, пару сюрпризов, да? Просто что-то не требовать, проявить к ней заботу, ну, по отношению к ней заботу. Вот. Это вот то, что прям хорошо бы было для вас, на самом деле. И для ваших отношений. Ну, а дальше уже по... Как бы, по ситуациях, смотреть, что ей нужно. То есть, ваши вопросы, изначально, заранно неверные. Ваши вопросы, изначально, заранно... так, типа, что вы хотите понять, почему он так поступает, но не спрашиваете, что делать, не спрашиваете, как это изменить. И самое главное, нет ощущения, что вы готовы меняться. Отношения строят два человека, и, как бы, с вашей стороны тоже есть вклад в то, что произошло. Поэтому, либо вы берёте ответственность за то, что произошло, либо, соответственно, не берёте. И тогда ситуация становится всё хуже, скорее всего. Вот, в принципе, так. И начать я вам предлагаю с того, чтобы определить, какое значение на вас имеет ваша девушка не гражданская жена, а девушка. И по какой причине, если вы долго вместе, вы до сих пор не сделали её со своей женой. Это не обвинение, это не, как бы, наезд, это не указание, это не директива, это просто вам вопрос. То есть, вполне возможно, что она ведёт себя так, как она себя чувствует. То есть, вот она чувствует, какое место занимает ваша жизнь, и она себя так ведёт. И вам, уже вам нужно изменить её представление о том, кем она для вас является. Но, момент отвечает в том, хотите ли вы этого. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Сначала я что-то выб owners повторю, чтобы поймать их на землю.